Алена Игоревна, Госдума завершила работу над самым главным законопроектом этой осени, федеральным бюджетом на 2019 и последующие три года. Какие отличительные особенности казны на этот период и что лично для вас самого важного? Для меня лично важно, чтобы там были отражены в этом федеральном бюджете все проблемы, жалобы, предложения наших избирателей. На это мы и ориентировались, когда составляли бюджет. Он социально ориентированный, он профицитный, это подушка безопасности в некотором смысле. И для нас очень важно, что сами и доходы бюджета выросли, то есть фактически это 20 триллионов рублей и расходы у нас около 18 триллионов. То есть фактически 2 триллиона у нас есть в подушке безопасности. Это в том числе будут дополнительные расходы уже по исполнению бюджета. Сейчас мы видим, что у нас усилились приоритеты. Один из этих приоритетов это образование, на которое мы не просто не даем сокращать расходы, но мы и увеличиваем расходы. Мы их увеличили фактически на 150 миллиардов рублей по отношению к предыдущему трехлетнему бюджету. Сейчас для нас очень важно, что мы по итогам указа президента, который у нас рассчитан до 2024 года, мы вышли на создание нацпроектов. И один из них, как раз образование, самый серьезный по деньгам. Это фактически около 750 миллиардов рублей. И для нас важно, что эти расходы чувствуются в регионах. Собственно, для нас очень важно, что получит Чувашская республика. Так вот, Чувашская республика увеличивает количество денег и на строительство школ, и на детские сады, и на автобусы, и на скорую помощь. То есть очень важно, чтобы мы в темпе, в том числе при софинансировании, есть все-таки правило, что мы должны любую федеральную субсидию фактически софинансировать. И главное, что по итогам предыдущего периода Чувашская республика себя показала настолько хорошо в числе нескольких других регионов, что мы получаем фактически грант 200 миллионов рублей на текущий год, и республика может принять самостоятельное решение, куда этот грант будет потрачен. Поэтому это тоже несколько помогает республике завершить финансовый год и тоже ответить на вопросы наших избирателей. Приоритеты избирателей наши расставляют, они нам известны, это и образование. Мы знаем, что очень много у нас новых микрорайонов, где не было ни детских садов, ни школ. И я очень рада, что это на наших глазах, на глазах молодых мам, которые просили, которые приходили в общественную приемную Дмитрия Анатольевича Медведева, и ставили акценты, где должны появиться детские сады и школы. Они там появляются теперь. И наша задача, чтобы... Ну, фактически, смотрите, я сделаю раскладку, насколько у нас увеличилось финансирование, например, строительство школы, то есть это почти в два раза. То есть у нас было почти 25 миллиардов, теперь у нас на следующий год 43 миллиарда рублей. Поэтому, конечно, мы можем еще в более быстром темпе в республике реализовывать программу, которую у нас составил наш глава республики Михаил Васильевич Игнатьев. Там 32 школы у нас должны быть построены, реконструированы. Когда мы увеличиваем поступление федеральных субсидий, у нас есть возможность эти резервы в региональном бюджете, например, направлять на реконструкцию и на ремонт образовательных организаций детских садов и школ. Потому что поступает очень много просьб о том, чтобы мы, например, переделали веранды в детских садах или, например, сделали капитальный ремонт там, где он необходим, в школе. И пока понятно, мы все-таки бюджет дотационный у нас в республике, поэтому нам очень важно, чтобы чем больше федеральных субсидий, тем больше возможности дышать по нашим приоритетам и по нашим возможностям. И, конечно, это в том числе и поддержка федеральная около 100 миллиардов рублей, чуть больше сотни миллиардов, направлена в том числе на поддержание педагогов. Это возможность поддерживать на том уровне, который задали предыдущие указы президента, чтобы можно было софинансировать заработную плату. То есть фактически федерация софинансирует заработную плату сегодня педагогам. Поэтому сейчас у нас тоже большие планы на следующий год. У нас очень хорошо по направлению образования проявила себя Чувашская республика, проучаствовав в нескольких конкурсах. И в большинстве конкурсов мы победили. То есть у нас вообще, я скажу, что у нас где-то около 50 регионов, где вообще появился кванториум. То есть он у нас есть, мы помним, мы его отвоевали. И у нас должен такой же кванториум появиться и в Новочебоксарске. У нас появится IT-куб в Канаше. То есть мы сейчас делаем все возможное, чтобы возможности для детей увеличить, собственно, дополнительное образование, которое сегодня является, наверное, базовым в том числе. Потому что мы говорим о чем? О том, что должна быть ранняя профориентация. А это дополнительное образование. Но поскольку доп. образование сегодня в школе дать очень тяжело, потому что у нас есть школы, которые выходят фактически на три смены, у нас в Чебоксарах есть уже такие школы, нам очень важно строить школы, снимать вообще нагрузку на педагогов и вводить туда в том числе доп. образование. Ну и параллельно мы развиваем такую историю, как кванториум, IT-куб и прочее. То есть у нас есть такие возможности. Это действительно тема отдельного разговора, Светлана Игоревна. Ну, пожалуй, да. А мне бы хотелось уточнить, какую помощь из федерального бюджета, какую поддержку из федерального бюджета республика получит на другие социально важные направления, помимо образования? Да, у нас есть приоритеты. Эти приоритеты определяются абсолютно всеми сферами жизни наших граждан. Будь то безопасные дороги, на которые около миллиарда рублей получает республика уже в следующем году. Будь то, например, это ЖКХ и это софинансирование льгот, которые предоставляются на капитальный ремонт и прочее. Это материнский капитал, то, что приходит в республику. Это помощь в оснащении поликлиник, это модернизация в том числе и по направлению онкозаболеваний, то есть это лекарства, лекарственное обеспечение и вот подобные статьи расходов, которые сама республика, конечно, не в силах финансировать. Поэтому здесь, что еще хочу отметить, что не сказала это бассейн. У нас в Чувашском госуниверситете будет построен бассейн в следующем году. То есть мы тоже старались возобновить эту программу, нас услышали. Сейчас миллиард срез заложен, и у нас Чувашский госуниверситет, один из восьми, который в следующем году будет построен именно в УЗИ, собственно. Поэтому деньги есть, это и направление культура, театры детям. То есть все действующие программы, они будут продолжены. Будут, да, 11 миллионов на ФАПы у нас в республику поступает. Это у нас в том числе оснащение ДК, то, что происходило, и мы тоже стараемся об этом рассказывать. Все продолжено, это и благоустройство дворовых территорий, это все, абсолютно все, что было, оно все будет продолжено. И где-то у нас увеличено даже финансирование и финансирование. Алена Игоревна, вот на днях, буквально 26 октября, нет, прошу прощения, это уже не на днях. Алена Игоревна, недавно, 26 октября, президент России подписал указ о создании фонда сохранения и изучения родных языков. Насколько мы все помним, мы неоднократно к этой теме, эту тему обсуждали и в передачах с вами, и вы обсуждали ее на встречах с избирателями. Это, в общем, ваша такая вот тема, которая под личным контролем находилась. Какие задачи можно решить в свете подписания этого указа? Да, мы очень настаивали и очень рады, что президент нас услышал. И после подписания нашего закона, автором которого я являюсь, он откликнулся и создал фонд, учредил его фактически. Конечно, для нас очень важно, чтобы он был наполнен деньгами, и для первого этапа мы уже эти деньги предусмотрели в федеральном бюджете, это 50 миллионов рублей ежегодно. Как мы видим, как он будет работать, сейчас идут обсуждения, еще нормативно-правовой базы не существует, она еще только должна быть создана. Но я считаю, что должны поддерживаться авторские коллективы сегодня. Ведь проблема была в том, что у нас было разное понимание о том, как должны развиваться родные языки. Кто-то сохранял административными методами, кто-то сохранял из региональных скромных бюджетов, поддерживая национальную культуру и создавая учебники, которые, к сожалению, не имели возможностей быть пролоббированными и лицензированными. И дети не имели возможности обучаться по этим учебникам, они не доходили до детей, до школ, и, к сожалению, бывали такие истории, что они доходили, но учебники не были лицензированными, и иногда это были перепечатанные учебники русские, на русском языке, а перепечатанные просто на других языках. Конечно, так быть не должно, и мы должны иметь действительно хорошую концепцию развития родных языков. Мы должны поддерживать те коллективы, которые сохранились или которые развивались не благодаря, а вопреки, скорее, да. И, конечно, нужно делать что-то современное. А современные – это онлайн-платформы, это переводчики, это платформы для изучения родных языков, вне зависимости от того, где находится человек. У нас сегодня наши граждане очень мобильные. И проживают, допустим, сегодня в Чувашской республике, завтра в Санкт-Петербурге, или вообще переводят детей на семейное образование, но при этом хотели бы иметь возможность изучения родного языка. Но при этом у них таких возможностей нет. Для этого нужно проживать вот в том субъекте, выходец ты из которого, например, или ты там не жил никогда. Но при этом, если появится такая онлайн-платформа, если будут интересные такие проекты, то у детей будет возможность изучать родные языки вместе с родителями прямо онлайн. Поэтому мне кажется, что мы должны поддержать коллективы, должны создаваться такие правильные, хорошие концепции изучения родных языков по каждому направлению. Мы должны посмотреть, какие коллективы можно было бы поддержать по созданию методик изучения, потому что это отдельная история, на методики тоже жаловались, говорили, что дети не усваивают, например, для них это тяжело, особенно для неносителей. Неносители тоже проявляют интерес к изучению родных языков по месту жительства. И учебники. Написание учебника – это вообще отдельная история. И как он мог бы вообще лицензироваться, кто мог бы привлекаться к оценке и к анализу материалов, которые поступают, например, в Минпросвещение. Это тоже отдельная история. Поэтому все еще предстоит, и система развивается. Но по факту сегодня уже родные языки дополнительно появляются в школах, в регионах, или формируются заявки на изучение родных языков. Поэтому даже такой город, как Москва, готовится к этому. Поэтому я считаю, что и наш закон, и сегодняшний указ о создании фонда, и вообще так, как мы видим, как он будет развиваться, и оно сделает действительно, оно выведет эту тему и проблему вообще на новый уровень. То есть мы этим никогда не занимались, а теперь это будет существовать. Для меня это вдохновляет очень сильно. Какие у вас планы на ближайшее время и на 2019-е? Планов очень много. У нас, во-первых, очень много проблем. И у нас есть законопроекты, которые, к сожалению, пока им не дали ход. Один из этих законопроектов – это возврат медицины в школу, в детский сад, в образовательные организации. И у нас есть законопроект, к которому присоединилось уже около сотни депутатов, потому что эта проблема существует. У нас педагоги, вне зависимости от того, насколько они профессиональны, они не имеют возможности оказывать первую помощь. Они не имеют права сегодня это делать. Нет вообще медика в образовательной организации. Нет единого подхода к прививочной теме. Потому что у нас эпидемиологическая обстановка время от времени меняется, потому что часть родителей сделали прививки, часть родителей не сделали прививки. Или это разные штаммы, и начинается перекрестное заболевание. У нас нет медсестры в бракеражной комиссии. У нас есть много проблем. И, пожалуй, вот тот законопроект, который мы внесли, он бы снимал эти вопросы хотя бы на первоначальном этапе. Но пока еще предстоит очень большая работа согласовательная. Где-то нужно было уточнить формулировки, где-то есть дополнительная согласовательная процедура. И еще в правительстве нам предстоит очень много, много, много работы. Опыт республики в этом направлении вы будете использовать? Непременно. Просто потому, что, во-первых, такие законопроекты, они рождаются как раз по просьбам и наших педагогов, и родителей. Поэтому опыт республики и вообще постановка вопроса, она, пожалуй, родилась здесь. И тогда, когда у нас начался новый созыв, у нас возглавил комитет по здравоохранению, сейчас представителем является хирург, известный хирург, детский хирург, Дмитрий Анатольевич Морозов. И мы вместе внесли с ним вот эту инициативу, потому что он понял, он услышал, он поездил по регионам, и мы вместе с ним написали этот законопроект. Нам предстоят еще слушания по этой теме, поэтому будем продвигать инициативу. Педагогам сегодня нужно дать возможность вдохнуть полной грудью. Сегодня авторитет педагогов, к сожалению, невысокий, нужно поднимать. Нужно поднимать заработную плату, нужно возвращать многопедов, психологов. Психологические службы должны заработать и оказывать поддержку той системе, которая сегодня испытывает трудности. И мы понимаем, о чем мы говорим. И, конечно, медицинское сопровождение. Очень много сегодня трудных детей и по здоровью. У нас инклюзивное образование. И приходят разные детки. И педагог сегодня просто один на один с этими проблемами. Мы не можем этого допустить. Поэтому я, когда выступала на правительственном части от фракции «Единая Россия», я подчеркивала, что есть проблемы, которые нельзя замолчать. И о которых нельзя не говорить. И даже если это региональные полномочия, то нужно все равно единое федеральное решение. И вот наш законопроект – это единое федеральное решение. И мы будем его продвигать. Удачи. Спасибо. Я напомню, что сегодня нашей собеседницей была депутат Государственной Думы Российской Федерации Алена Аршинова. Спасибо за внимание. Всего доброго.